Вот в таком красивом и просторном здании будут теперь работать нижнекамские следователи. Площадь объекта более тысячи квадратных метров. Здесь и светлые, просторные кабинеты. Архивы, допросная и даже настоящая комната опознания. Следователи уже потихоньку обживаются в новых кабинетах. Рафаэль Шакиров сегодня впервые увидел свое новое рабочее место. Очень понравилось. Спасибо большое нашему руководителю. Я уверен, что работа здесь будет еще комфортнее. Скажется, естественно, на работоспособности как лично меня, так и нашего коллектива. Общая стоимость объекта 200 миллионов рублей. Здание оборудовано для удобства всех категорий граждан. На церемонии открытия почетные награды от президента получили 9 человек. Стабильность в республике, его инвестиционная привлекательность, экономический потенциал зависит во многом от четкой и слаженной работы правоохранительных структур. И, конечно же, роль в значении Следственного комитета, который должен уже всю работу подвести к тому, что потом суд определил степень вины и поставил вердикт. Это очень важный этап в работе правоохранительной системы. Аплодисменты нашему управлению. Вручение символического ключа и гости идут знакомиться со зданием Следственного комитета. А затем делегация идет к месту строительства нового здания городского суда. Оно появится на перекрестке проспекта Шинников и проспекта Вахитова. Президент познакомился с проектом и площадкой для строительства будущего здания. Оно возводится в рамках федеральной программы. В настоящее время Нижнекамский городской суд размещается в бывшем общежитии, как говорится, в приспособленных помещениях. Площадью 2800 квадратных метров. Прямо надо сказать, что условия не совсем отвечающие к современным условиям и в техническом плане, и в плане безопасности, и для малоподвижных групп населения. Нижнекамский уже давно заслужил, и население Нижнекамска должны получать услугу по осуществлению правосудия в надлежащих нормальных условиях. Поэтому я всех нас поздравляю с этим знаменатым днем. Удачи, благополучия и вперед! 4000 квадратных метров – такова площадь этого объекта. В нем будет 22 зала судебных заседаний и три функциональные зоны – общественная, служебная и для лиц, содержащихся под стражей. Строительство нового здания городского суда обойдется в 260 миллионов рублей. Его планируют открыть в 2018 году. Яна Чупахина, Максим Лепин, Новости НТР.